Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Божественные другие, дорогие братья и сестры, с воскресным днём. Сегодня мы совершаем память пророка Божия Михея. И в книге пророка текст небольшой, всего 7 глав. Есть такие слова. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые, хотенья души своей, извращаясь в дело. Лучше из них, как терны, и справедливы, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих посещений твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем. Сереги двери куст твоих, ибо сын позорит отца. Дочь восстает против матери, невестка против свеклови своей. И враги человеку домашние его. Скажите, актуальный текст? Про нас как-нибудь сказано, да? А это задолго даже до Рождества Христова произнесено. И мы понимаем, что мы не лучше отцов наших. Мы не лучше, мы хуже, возможно, многократно. И пророк, сетая и вопрошая Богу, ставит вопрос, а что делать? Что делать в такой ситуации? И он сам отвечает, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасением. Бог мой услышит меня. С чем предстать мне перед Богом, преклониться перед Богом Небесным? Всесожжение, тельцы однолетние, тысячи овнов, несчетный поток елей. Ему это не нужно. Ему нужно вот это вот. Центр, жизнь, сердце человеческое. Вот человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Все вроде бы просто, понятно. Исполнить закон любви. Но как это сложно. Нам проще судить о ошибках других людей, о просчетах политиков, общественных каких-то бедствиях, обсуждать новости, пытаясь дать свою оценку. Какую, как не знаю, правовую, философскую, любую. Но мы не задумываемся о том, что все, что вокруг происходит, является поводом и полчком для нашего личного покаяния. Если мы не устремляемся, после того, что мы слышим и видим, к единому Господу, о чем говорит сам Пророк, на Господа, взирать буду, бывать на него, то вся полученная информация имеет никакого смысла. Все наши оценки бессмысленны. Они не нужны. Господь хочет, чтобы мы отдали Ему свое сердце. И это в унисон звучит с текстом Евангелия сегодняшнего. Что Господь хотел от Евангелия? Он же все делал правильно. Он же сказал, что правильный даже. Господь хочет, чтобы мы отдали Ему свое сердце. Чтобы мы полностью возложили на Него свое бывание. Отдали Ему свою жизнь. Без остатка. Мы постоянно что-нибудь оставляем для себя. На всякий случай. Будто все ошибки. Господь хочет, чтобы мы были в безопасности. Для этого нужно отдать свое сердце Богу. Потому что любовь к Богу, она безусловно всем сердцем, всей душой, всей мыслью. Но уже потом о ближнем, к своему себе. И просто так Господь перечисляет заповеди из Деколога. Они же относятся к ближнему. К ближнему. Ну, Господа нужно возлюбить всем сердцем. Понятно, что любовь к ближнему не мыслит возлюбить Бога. Если ты любишь ближнего, значит, ты недалеко от Бога находишься. Господь хочет, чтобы мы полностью себя отдали. Нет здесь ничего на земле. Власть, должность, деньги, влияние, имидж. Ничего. Это все четко. Это твение. Оно проходит. Но в жизнь вечную войти может тот, кто свое сердце соотнес к вечности, к Богу. И фраза Христа «Никто не благ, как един Господь» на вопрос юноши. Что мне наследовать, чтобы это? Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это намек на то, что только Господь является источником жизни вечной. Если мы на Него полностью свою надежду воздушим и к Нему устремим свой взор, не здесь собирать, стяжать все, что угодно можно стяжать, но Господу обратить в сердце. Тогда недалеко от нас, в Царстве Небесе. Но любовь к ближнему – это программа минимум, которая даже для нас, христиан, почему-то становится недоступной. И слова пророка множите на сто, на десять, на тысячи. Для нас они сказаны. А сказано не для того, чтобы повергнуть в отчаяние, повергнуть в уныние. Я такой ничемный, бесполезный человек. Прочитал, услышал, ну, это обо мне. А для того, чтобы мы ускорили свои стопы, как Господу нашему. И исследуя заповеди Его, постарались применить в своей жизни. Еще не поздно, хотя все относительно, сегодняшний день может быть последним для кого-то из нас. Не хочу никого напугать, но святые жили так. Каждый день как последний. А если последний, значит, совсем не поздно сделать что-нибудь хорошее. Может быть, это хорошее станет для Господа возможностью нас за уши вытянуть. В ту самую жизнь вечную, которая вопрошает юноши богатых. Будем богатеть Господа, а не в то тленное и временное, то, что мы здесь наблюдаем, своими глазами, слышим, своими ушами. Все догадались?